Прошла неделя и вновь накопилось множество важных изменений в законодательстве и мерах поддержки в связи с эпидемией коронавируса. Попробуем сегодня разобраться в самых главных и самых необходимых с юристом Александром Кузином. Александр, добрый вечер. Добрый. Каждый раз мы идем примерно по одному тому же плану, потому что во всех этих пунктах есть изменения. Накопилось множество. Итак, начнем с ограничительных мер в связи с карантином. Что касается ограничительных мер, мы с вами рассматриваем изменения, произошедшие с нашего предыдущего эфира. 8 апреля, то есть за неделю, что произошло. Итак, касаемо ограничительных мер в отношении граждан, было три важных изменения. Первое изменение, касающееся разрешения гражданам посещать свои садовые и дачные участки, личные подсобные хозяйства, жилые дома, земельные участки, на которых они располагаются, как уже возведенные, так и строящиеся жилые дома. Это в ответ на вопрос на нашем предыдущем эфире о том, что можно ли ездить на дачу, либо нельзя. С указа губернатора от 8.04.2020 года, номер 84, отвечаем, можно. Однако, наряду с этим, губернатор указом от 10.04.2020 года ввел ограничения на посещение кладбищ, в том числе в преддверии православного праздника. Кроме того, нужно напомнить о том, что все граждане, прибывшие из других регионов, это тоже нововведение, подлежат самоизоляции, то есть направлению на карантин на 14 рабочих дней. Это не касается командировочных. Ну и нельзя не сказать об особых карантинных мерах, которые указом губернатора от 14.04.2020 года, номер 91, введены в отношении одного муниципального образования, в отношении Петушинского района. То есть, если будут вопросы у нас из Петушинского района, мы на них ответим более подробно. Что касается возможности граждан ездить, либо не ездить на работу, то есть относительно предприятий работающих и неработающих в период режима повышенной готовности, период режима самоизоляции, необходимо тоже сказать о пяти произошедших изменениях за последнюю неделю. Ну, значит, отметим сначала, перечислим те предприятия, которым разрешили работать на предыдущей неделе до 30 апреля без каких-либо ограничений. Ну, во-первых, это организации индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в так называемых обрабатывающих производствах, обрабатывающих отраслях, то есть это очень большой широкий перечень, ну, поэтому, если вы обратите внимание на трафик в городе Владимире, в других городах, трафик значительно вырос. Далее, это у нас организации индивидуальные предприниматели, работающие, торгующие новыми автотранспортными средствами. Наконец, был уточнен, был расширен перечень товаров первой необходимости, непродовольственных товаров, которые могут торговать организации индивидуальные предприниматели. Если до этого они были ограничены, ну, двумя-тремя категориями, сейчас губернатор ссылается на постановление правительства 27.03.2020 года, там достаточно широкий перечень, значит, и на свое же распоряжение от 3.04.2020 года номер 248р. Ну, и для тех, кто будет изучать эту информацию, перепроверять, относительно того, можно торговать, либо нельзя. Александр, прерву, есть звонок телезрителя. Добрый вечер, и слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, то, что у нас правительство, как говорится, из-за рубежа заразу свозит в Москву аэрофлотом, это меня мало волнует. Ну, вот потеплеет, и вся эта зараза выйдет в ближайшие области, в том числе и Владимирскую, на дачи. Вот это вопрос меня волнует. Сказали, губернатор в Петушках, постановил, значит, транспорт задерживать. Ну, вот уже было в новостях, значит, озвучили, что нет там никого, значит, никаких, как ездили, так и ездят. Спасибо. Спасибо. Ну, это не вопрос, наверное, это пожелание к органам местного самоуправления, поскольку губернатор, вводя режим повышенной готовности, особые карантинные мероприятия на территории вот этого муниципального образования, предусмотрев, в том числе, запрет для иногородних посещать дачи, посещать, селиться в гостиницах, ну, за исключением транзитных каких-то поездок, губернатор, ну, сам не в состоянии, конечно, контролировать исполнение данного указа. Это было дано поручение и органам ГИБДД, и органам местного самоуправления организовать вот такой пропускной, особый пропускной режим. Ну, как это делается, давайте будем смотреть, наблюдать за процессом. Ну, критик, критика, да, да, относительно этого действительно и в соцсетях, и в прессе она имеет место быть. Но все, кто приехали из других регионов, обязательно должны выдержать 14 дней. Значит, это общее правило 14 дней, но для петушков, значит, запрещается въезд на территорию, за исключением лиц, которые там, а, прописаны, проживают постоянно, б, которые работают по трудовому договору. То есть для того, чтобы попасть в петушки, естественно, еще измеряется температура. Если она свыше 37 градусов, вас направят к доктору для проведения тестирования на коронавирус с последующей самоизоляцией на 14 рабочих дней. Всем остальным, включая москвичам, на территории Петушинского района въезд запрещен. То есть до 30 апреля вот этот режим, особый режим в отношении Петушинского района указом губернатора введен. Посмотрим, как он будет исполняться. И снова звонок телезрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, Анна, меня зовут Игорь. Первый раз дозвонился до вашего гостя. Можно у вас спросить, как меняется формат работы у юристов в связи с коронавирусом? Юристы стали ближе к народу благодаря этой ситуации. Относительно адвокатов есть разъяснение Федеральной палаты адвокатов о том, что их обязанности и полномочия не приостанавливаются. Относительно арбитражных управляющих, включая меня, например, я исполняю обязанности также арбитражного управляющего. В отношении непрерывно действующих производств, в отношении имущественных комплексов также обязанности не исполняются. В отношении всех иных организаций, юридических, консалтинговых, маркетинговых, оценочных вводится дистанционный режим работы. Это в перечне по указу губернатора номер 77, известный от 5.04.2020 года. То есть вот такой режим на данный момент. А вернемся к нарушению режима самоизоляции. Много сейчас муссируется этой темы. Кто будет штрафовать, за что будет штрафовать. Так вот, на сегодняшний день уже что-то понятно? Да, на сегодняшний день стало более понятно. На предыдущем эфире мы с вами рассказывали о перечне должностных лиц, которые утвердил губернатор. Для составления протоколов по статье 26.1 Кодекса административных правонарушений в отношении режима самоизоляции. Не специальных карантинных мер по постановлению главного санитарного врача, либо его заместителя, а именно общий режим самоизоляции. Так вот, там было всего лишь порядка 20 фамилий конкретных должностных лиц из системы мер предупреждения чрезвычайных ситуаций. На данный момент правительство расширило этот перечень. Да, мы с вами уже говорили о том, что законодательство административной ответственности за нарушение режима самоизоляции носит так называемый гибридный характер, то есть частично оно урегулировано федеральным законодательством и постановлениями правительства, частично указами президента, частично законодательством субъектов Российской Федерации, указами губернатора. Так вот, часть вот этой мозаики это новый перечень должностных лиц, утвержденный Мишустиным в постановлении правительства от 12.04.2020 года номер 975-Р, который расширил перечень должностных лиц, включив туда сотрудников Росгвардии, сотрудников МВД, сотрудников МЧС. То есть перечень достаточно большой, поэтому сейчас возможность быть привлеченным к административной ответственности по этой статье гораздо стал проще, чем он был до этого. Также, наверное, стоит в продолжении нашей беседы рассказать о том, каким образом губернатор, каким образом органы местного самоуправления будут контролировать исполнение режима повышенной готовности в том числе санитарные ограничения, которые установлены постановлением санитарного врача, главного санитарного врача Владимирской области Даниловой. Это известное постановление номер 19.95 от 5.04. Ну, к слову сказать, это постановление изменено. Значит, новым постановлением 19.76 от 10.04.2020 года. Мы говорили на предыдущем эфире о том, что режим повышенных вот этих мер, санитарно-эпидемиологических мер, он достаточно жесткий и для малых, и даже средних предприятий был невыполним. Новым постановлением главного санитарного врача этот режим ослаблен. Теперь вместо, допустим, установки санитайзеров, обязательных для дезинфекции рук, достаточно использовать влажные салфетки, измерение температуры, возможно, теперь не дистанционным способом, а с помощью обычных термометров при условиях санитарной должной обработки. Ну и ряд других, так сказать, данное постановление вело ослаблений, не будем на этом останавливаться, их, так сказать, порядка 10-10 штук. Для тех, кто интересуется этим вопросом, можно действительно посмотреть, вот это постановление, оно в открытом доступе, можно его изучить непосредственно. Перейдем к мерам соцподдержки. Здесь что нового? Ну, перед тем, как перейти к мерам соцподдержки, наверное, нужно коснуться еще двух ограничений, которые введены отдельными указами губернатора. Это ограничения на запрет охоты, который касается, ну, не такого большого количества жителей Владимирской области, и запрет на розничную продажу алкогольной продукции в период с 19 вечера до 10 утра. Да, здесь возникает ряд вопросов, ну, в частности, допускается ли продажа дистанционным способом алкогольной продукции, она не запрещена, во-первых, да. Во-вторых, что понимать под алкогольной продукцией? На последний вопрос давайте обратимся к закону о особенностях оборота и производства спиртосодержащей алкогольной продукции на территории Российской Федерации. Там дается понятие алкогольной продукции. Туда относятся спиртосодержащие продукции, включая водка, коньяк и другие крепкие спиртные напитки, вина, шампанские, пиво и другие напитки с долей этилового спирта свыше 0,5% в готовой продукции. Ну, сразу нужно сказать о том, что из этого перечня есть исключения, то есть исключаются те или иные кондитерские продукции, содержащие этиловый спирт по ГОСТу, исключается квас, да, то есть он тоже из этого перечня исключается, но в целом весь алкоголь, он запрещен продажи вот в указанное время. Говоря о мерах соцподдержки, переходя к нашей второй теме традиционной, которую мы обсуждаем, хотелось бы сказать о том, что все споры, разногласия относительно выплаты пособия по безработице путем заполнения электронных форм и в размере прожиточного минимума, они должны уйти с вступлением в силу постановления правительства от 8.04.2020 года номер 460. То есть этот порядок, несмотря на то, что органы службы занятий ссылались на отсутствие такого порядка, он утвержден, поэтому давайте будем руководствоваться именно данным порядком. Кроме того, за прошедшую неделю были внесены изменения в законодательство о порядке оформления инвалидности, продление сроков инвалидности, сейчас это делается онлайн, постановление правительства от 9.04.2020 года номер 467. И также необходимо сказать о том, что вступили в действие нормы закона о беззаявительном порядке выплаты материнского капитала, об электронной форме оформления данного пособия и о правилах распоряжения данным пособием, то есть путем оформления общедалевой собственности на всех членов семьи, включая несовершеннолетних работников в течение 6 месяцев. То есть этот закон вступил в силу, мы о нем подробно говорили на предыдущем нашем эфире, поэтому мы не будем на нем подробно останавливаться. Ну и, наверное, нужно сказать о том, что анонсированные президентом доплаты доплаты медицинским работникам в размере от 80 до 15 тысяч рублей, в зависимости от категории медицинских работников. Это не просто слова. Здесь нужно сослаться на распоряжение правительства 12.04.2020 года, номер 976 Р, о выделении 45 миллиардов, то есть это документ официальный, о выделении 45 миллиардов на данные выплаты в систему здравоохранения. То есть порядок этих выплат будет утверждать Минздрав. Мы, соответственно, будем за этим следить и будем граждан консультировать по данному вопросу. Александр, есть телезритель на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да-да-да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, апрель, май, июнь за капитальный ремонт будем платить в Владимире или нет? Отличный вопрос. Я предлагаю его адресовать вице-спикеру ЗАГСа Брани Роману Кавину, который у нас появится в эфире в 19.15. Эту тему мы сегодня тоже наметили на рассмотрение. Это как раз те органы, которые комитентно ответят на этот вопрос. Спасибо огромное. Краткий спойлер к выступлению Романа Кавинова о том, что Единая Россия, коммунистическая партия, фракции, планирует в конце апреля принять закон Владимирской области о приостановлении начисления данной выплаты на период 2 или 3 месяца. Роман, безусловно, об этом более подробно расскажет. Итак, а кредитные каникулы, здесь есть ли какие-то изменения? Да, изменения есть, но они небольшие. По постановлению правительства от 10 апреля 2020 года, номер 478, увеличен лимит для предоставления кредитных каникул для ипотечников. То есть с 1,5 миллионов он увеличен всего лишь до 2 миллионов. Все остальные лимиты, вы помните, они относительно небольшие, от 100 тысяч для кредитных карт и так далее, они остались прежними. Но, как заверяет нас Центральный банк, суммы кредитов, которые выбраны в качестве лимитов для предоставления кредитных каникул, это средние показатели по данным категориям кредитов по Российской Федерации за предыдущий год. Далее, что хотелось бы сказать по поводу изменения долгового бремени населения. Анонсированный нам законопроект о ведении упрощенного внесудебного банкротства граждан, который в первом чтении, как вы помните, был утвержден еще в феврале, 13 февраля, 13 апреля прошел согласование в профильном комитете и должен был вынесен уже на второе и третье чтение. То есть он на этой неделе должен быть принят, что значительно бы увеличило количество граждан, которые могли бы списать долги без каких-либо существенных затрат. К сожалению, этот законопроект, его рассмотрение отложено на май. То есть перспективы его на данный момент непонятны, поскольку несколько групп влияния, включая банки, включая МЭРТ, они, скажем так, не пришли в настоящий момент к единой точке зрения, к согласию по поводу того, на кого должен этот закон распространяться в упрощенном процессе банкротства. Александр Букаль, на две минуты у нас остается эфирного времени. Важно не упустить самое главное. Ну, из самого главного, наверное, я бы отметил принятие постановления правительства от 8.04.2020 года номер 461 о порядке правилах возврата туристам, уплаченных за туристический продукт денежных средств из фонда персональной ответственности оператора. То есть тот механизм возврата, который мы анонсировали на предыдущем нашем эфире, он вступил в действие. Для этого нужно обратиться напрямую к туроператору, либо через турагентство с заявлением о возврате. Значит, на кого это распространяется? На тех, кто должен был улететь или уехать в зарубежную поездку в страны, где введен карантин до 1 июня 2020 года, выплаты производятся напрямую из этого фонда персональной ответственности оператора через ассоциацию турпомощь в течение 60 дней. Перечень документов необходимый для такого возврата, он относительно простой. Документы, подтверждающие ваши расходы на приобретение турпродукта, порядок обращения с таким заявлением, также он описывается на сайтах туроператоров, либо на сайте ассоциации турпомощь. То есть, на мой взгляд, это очень важный документ для того, чтобы граждане, которые заплатили за турпоездку, смогли вернуть свои деньги быстрее, чем если бы они это сделали, обратившись в общем порядке к турагенту, либо к туроператору. Вот так вот сжато мы сегодня попытались поговорить о самых важных изменениях. Спасибо, Александр. До новых встреч в эфире. Я думаю, что изменения не закончатся. Они каждый день у нас вступают в силу, и нужно успевать за этим следить. Спасибо.